Всем привет, с вами Алла. Как выглядеть дорого, но при этом экономя на косметических средствах? Я знаю, что вы очень любите такие находки от меня. В этот раз у меня реально беспроигрышные продукты, которые за эту сумму должны вам обязательно понравиться. Я вам покажу вот такой бокс косметики, который мне предоставил бренд Диваш с хитами и бестселлерами этой продукции. С косметикой Диваш я уже знакома давно, и кто смотрит мои видео, вы уже знаете, что я периодически вас ознакомлю с этими действительно бюджетными находками и некоторые продукты, даже аналоги люкс косметики. Вот, например, я пользуюсь вот этими тенями, я уже не знаю сейчас какой это оттенок. В общем-то, очень такой светло-розовый цвет, который можно использовать как хайлайтер. Можно куда-нибудь там на ключице, на скулы, можно даже использовать вместо блеска. Вы могли уже видеть скульптурирующую палетку, могли видеть уже пудру и бронзер, также жидкую матовую помаду, только немного в другом цвете. Блеск для губ Диваш потрясающий ягодный вкус. Я вообще не очень люблю различные вкусовые средства на губах, но вот именно этот аромат просто бомбический. Даже вот сейчас я ощущаю его у себя на губах. Можно использовать как два варианта. Первый с эффектом зацелованных губ, если вы просто наносите и пальчиками растушевываете. И второй вариант, когда вы наносите интенсивнее, и у вас получается эффект таких лаковых губ. Поэтому об этом бренде знаю уже не понаслышке. И, конечно, мне было очень интересно протестировать самые лучшие продукты этой марки. Тональная основа со светоотражающими частичками. Она очень легкая, при этом у нее приятный аромат при нанесении. И, вы знаете, оставляет после себя финиш с естественным сиянием лица. Ни одной блесточки, ни одного шиммера вы не увидите. То есть, это настолько деликатное свечение, что можно использовать эту тональную основу для всех типов кожи. Даже для жирной и комбинированной. Потому что, припудрив ваши проблемные зоны, у вас не будет излишнего сияния. У вас лицо будет матовым, но, тем не менее, с таким просто здоровым, совершенным видом. Мне положили тон 0,2, но я предполагаю, что мне бы сейчас был идеально тон 0,1. Но, тем не менее, если наносить сверху более светлый консилер, то тон лица уже выравнивается. И, в принципе, даже вот в зимний период времени, 0,2, в целом неплохо мне подходит. Очень нежная текстура на каждый день, отличный вариант. Но, если у вас очевидные несовершенства кожи, очень сильно заметные пигментные пятна, он вам их сильно не замаскирует. Если у вас явные видимые несовершенства на лице, просто нужно вам еще воспользоваться специальным консилером, корректором, чтобы дополнительно скрыть эти несовершенства. Пудра Duo Luminous отлично работает в паре с тональным средством. Компактный вариант с зеркала, что очень удобно. Вот такой спонж, которым я, в принципе, не пользуюсь. Я такие средства наношу кисточкой. И здесь у нас коричневый и светлый оттенок. Сделать контур лицу можно использовать просто вместо румяна. Светлый оттенок вместо пудры, вы знаете, мне поначалу показалось, что уж очень светлый тон, и он будет меня выбеливать. Но нет, на самом деле смотрится очень естественно, гармонично. И на первый взгляд он мне как бы не подходит. Но когда я наношу кисточкой на лицо, как-то он трансформируется. Такое ощущение, что адаптируется под мой тон кожи, выглядит совершенно естественно и не выбеливает лицо. В пудре есть такие светоотражающие частички на первый взгляд. Но вот опять же на лице эти частички незаметны. Абсолютно это все дает какой-то совершенный тон, здоровый вид лицу. Как вариант, если для кого-то это будет слишком светлый тон или слишком темный, можно просто смешивать два оттенка. Вы уже знаете, как я обожаю тени для бровей. Я оформляю свои брови только тенями всегда. Либо специальными тенями для бровей, либо обычными тенями для век. Палетка для меня оказалась идеальной, потому что здесь есть зеркальце, потому что здесь есть кисточка, которой реально можно прорисовывать брови. Здесь есть щеточка, чтобы можно было их расчесать, уложить. Есть коричневый оттенок и немного уходящий в серый. Можно смешивать их, можно наносить по отдельности. В общем, как угодно. Пигментация очень хорошая. Можно их использовать не только в качестве оформления бровей, но также делать либо какие-нибудь стрелочки, либо просто вместо теней для век добавлять. Поэтому играйтесь, не ограничивайтесь только прямым назначением. Тушь Pump It Up, о которой я много уже наслышана и вот теперь сама убедилась в ее чудо действия, потому что это тот вариант, когда недорого и эффектно. Она отлично делает объем, она отлично разделяет реснички, потому что у нее вот такая силиконовая удобная кисточка. Можно пробраться даже к маленьким ресничкам. Можно сделать реснички либо максимально скромными, либо максимально объемными. Цвет как черный уголь. И в этой туши содержится витамин В5. В общем, она с ухаживающими компонентами, что немаловажно. Жидкая матовая помада Тон 03. Сейчас она у меня на губах. Вы знаете, это отличный вариант для тех, кто хочет иметь какой-то матовый, такой шелковый финиш на губах, но не любит, когда губы очень сильно сушатся. У кого губы постоянно потрескавшиеся, и вы не можете себе позволить матовые помады. Можете быть уверены, что эту помаду вы можете использовать на ваши сухие потрескавшиеся губы, потому что она каким-то образом скрывает все эти недостатки, но при этом губы действительно выглядят с таким матовым, шелковым финишем, бархатным даже каким-то. И вот этот бархат даже ощущается на губах. Какая-то нежность, и у меня нет ощущения, что у меня застыло все на губах, и даже как-то стягивает. У меня есть ощущение, что если я их сомкну, как будто у меня какой-то бальзам даже на губах. То есть здесь тоже есть такие ухаживающие компоненты, которые не дают засыхать вашим губам. Такое ощущение, как будто они все время питают ваши губы, и они остаются в таком хорошем, здоровом состоянии. Еще, девочки, никогда не забывайте, что практически любые помады для губ вы можете использовать в качестве румян. Многие визажисты пользуются этим приемом, потому что это очень здорово, когда ощущается вот это сочетание на щеках и на губах. К тому же держатся в качестве румяна они так же, как и обычные румяна. Поэтому не пренебрегайте этим лайфхаком, не забывайте и используйте эти продукты по-разному. Матовая помада Endless, тонн 0,10. Такая спелой вишни, я бы, наверное, назвала. Это цвет. Фишка этой помады в том, что у нее такой уже заостренный стик, что вам не нужна будет подводка для губ. То есть никакой карандаш можно не использовать. Легко нанести эту помаду без всяческого контура. Она, в отличие от предыдущей жидкой помады, вот именно в темном цвете шелушение различное подчеркивает. Скорее всего, с каким-нибудь нейтральным оттенком, бежевым, розовым, этого не будет так заметно. Я не люблю продуктов отчетливых отдушек. Вот если я ощущаю, а запах мне может быть уже неприятный, и я не буду никогда пользоваться. В этом плане, несмотря на то, что продукты недорогие, никаких отдушек я не ощущаю. Самое интересное, что продукция DIVAGE появилась на сайте Wildberries. И с 7 по 23 декабря 40% скидки на эту продукцию. С такой скидкой практически каждый продукт будет стоить 100 рублей. Можно купить себе все, начиная от тона, заканчивая помадой, тушью, в общем, все что угодно. На данный момент это самая доступная косметика с хорошим качеством. Особенно, если выбирать такие проверенные варианты, как вот такие хиты, бестселлеры. Вы уже точно знаете, на что из этой продукции уже стоит точно обратить внимание. Поэтому обязательно, если ваши косметические запасы пополнятся каким-нибудь продуктом этой марки, напишите о ваших впечатлениях. Всегда радостно получать такие письма, когда вы по советам что-то покупаете и очень довольны продуктом. А у меня на этом все. Обязательно делитесь вашими бюджетными находками. Возьму себе на вооружение. Как обычно, ставьте лайки, если вам было интересно и полезно это видео. Делитесь с ними, с друзьями. Переходите на мой канал Дневник Взрослых. Там моя жизнь, мои детки. Инстаграма на ПКМХ73. Там я с вами каждый день на связи. Увидимся с вами в комментариях. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!